Наверное, никто не будет спорить, что выращивание в домашних условиях рассады овощей и цветов это процесс экономически целесообразный. В качестве емкостей для посадки можно использовать все что угодно. На полках магазинов есть широкий выбор. Например, вот такие торфоперегнойные горшки или вот такие пластиковые кассеты. Но что предпочесть, чтобы покупка не ударила по вашему кошельку и вы выбрали то, что нужно именно вам? Ведущий программы «Дачная экспертиза» отправился в магазин товаров для сада и огорода, чтобы выяснить, какая емкость для выращивания будет универсальной в использовании и недорогой. В его тележке уже есть несколько вариантов. Торфяные таблетки, торфяные горшки, кассеты и обычные пластиковые горшки для рассады. За советом мы обратились к консультанту магазина Наталье. Здравствуйте! Добрый день! Я подбираю емкости для выращивания рассады и мне нужна ваша консультация. С удовольствием. Хотелось бы выбрать самое оптимальное по цене и практичное. Поможете? Конечно. Что порекомендуете? Что выбрать оптимальное и по цене, и по удобству выращивания? Ну, начнем с чего? Наверное, самого дешевого варианта и более удобного – это торфяные горшки. В чем их преимущество, помимо цены невысокой? У нас есть разные варианты горшочков, да. Размер совсем маленький, средний и вот, наверное, даже вот такие – это для выращивания уже перца, допустим, да, баклажан и томат. Преимущество в том, что они сделаны из органического, из биологически чистого материала, который распадается в грунте. То есть это горшки одноразовые, которые служат еще и питанием для растения? Конечно. В дальнейшем, да, служат питанием. Удобно тем, что вы не травмируете корневую систему при высадке рассады. Непосредственно огурчики, которые очень боятся, да, когда их корневую систему повреждают. Те же баклажаны, тот же пей. Но нужно учесть… Тут есть подводные камни, давайте о них подробнее. Нужно учесть тот момент, что эти горшки быстро пересыхают. И поэтому надо, ну, стабильно как-то следить за поливом, чтобы ваша рассада не пересохла и не погибла. Из такого горшочка жидкость будет просачиваться практически на весь подоконник, где мы будем выращивать рассаду. Да, поэтому необходимо обязательно использование поддонов. Поддоны могут быть и пластиковые, и, ну, наверное, разных размеров. Опять же, вот как бы вот такого плана. То есть можно поливать прямо в поддон, они его у вас выбивают снизу, можно поливать непосредственно сверху. То есть, отправляясь в магазин и приобретая горшочки именно торфоперегнойные, мы еще обязательно берем в наборе поддончиков. Да, куда мы их будем устанавливать. При покупке торфяной тары обязательно, как следует, изучите ее. На ощупь торфяной горшочек должен быть не плотным и прессованным, как картон, а хрупким и пористым. Дальше. У нас есть вот такие кассеты разных видов. Кассеты бывают вот такого плана, чем они удобны. Кассеты, которые можно использовать, вот на примере, да, стоят они в районе 80 рублей. То есть чуть-чуть подороже, чем... Чуть подороже, чем торфяные горшочки, но они нам хватят не на один год, да, использования. У них есть дренажное отверстие, у них присутствует поддон, в котором стоят ваши кассеты. И у них есть крышечка, которая используется как мини-парничок, сохраняя влажность, сохраняя температурный режим, да, но обязательно проветривание, чтобы спасти растение от, ну, заболевания черная ножка. Это как раз грибная болезнь, которая часто поражает растение при низкой температуре и при высокой влажности воздуха. Емкости для выращивания рассады можно не только приобрести в магазине, но и выбрать среди тех упаковок питания, которые чаще всего встречаются на кухне. Это могут быть стаканчики из-под сметаны, йогурта или творога, пластиковые поддоны из-под мяса или же самый необычный вариант – яичная скорлупа. Главное – их правильно подготовить к использованию. Для того, чтобы емкости, которые мы с вами выбрали, отвечали всем требованиям растений, их нужно модернизировать. Например, бумажные или пластиковые стаканчики нужно непременно оснастить дренажными отверстиями, через которые будет стекать лишняя жидкость, а к корням будет поступать необходимый воздух, для того, чтобы наша рассада чувствовала себя отлично. После того, как мы сделали дренажные отверстия, мы насыпаем плодородный грунт для выращивания рассады. Причем, обратите внимание, что после того, как мы грунт польем, лишняя жидкость должна непременно удаляться из посадочной емкости. Для того, чтобы не испортить водоконник, можно использовать всевозможные емкости для сбора той воды, которая будет вытекать из наших посадочных стаканчиков. Например, вот такой замечательный лоток из-под мясных продуктов станет, наверное, идеальным вариантом. Сюда мы можем поместить одновременно несколько стаканчиков. В домашних условиях и из подручных материалов можно также сделать и мини-тепличку, что нам для этого потребуется. Вот такой пластиковый стаканчик, четыре бамбуковых шпажки и полиэтиленовая пленка, которая, конечно же, есть на каждой кухне. Что мы делаем? Первым делом обязательно проделываем в донце дренажные отверстия. Их может быть всего лишь два-три, вполне достаточно. Затем, без всякого дренажа, мы насыпаем внутрь питательный грунт. Примерно на две трети по высоте этой емкости. Мы пересаживаем сюда нашу подросшую рассаду и устраиваем мини-парничок, для чего мы четыре шпажки втыкаем в четыре угла нашей посадочной емкости. Вот таким вот образом под углом. Затем берем полиэтиленовую пленку и аккуратно обматываем ее со всех сторон, для того, чтобы у нас создался идеальный микроклимат внутри той емкости, в которую мы посадим рассаду. Такая мини-тепличка сохранит вашу рассаду от действия сквозняков, которая, кстати, очень губительна для молодой рассады, а также создаст идеальный влажный микроклимат для растений. Кончики листочков не будут подсыхать и ваша рассада будет всегда красивой, зеленой и насыщенной влагой. И третий вариант, о котором мне хотелось бы рассказать. Пожалуй, он самый экзотичный, но от этого не менее действенный. Для приготовления емкости рассадной из скорлупы яйца нам потребуется сперва это яйцо выпустить из скорлупы. Делаем два отверстия на широкой и на узкой стороне. Немножко взболтаем и выдуваем содержимое яйцо в подходящий стаканчик. Теперь скорлупа, которая у нас получилась, должна быть доведена до идеала. Во-первых, в ней должна быть посадочное отверстие. Сверху мы как раз его и проделаем. А снизу та дырочка, через которую мы это яйцо выдували, послужит нам дренажным отверстием. Теперь нам осталось наполнить скорлупу питательным грунтом, и посадочная емкость для рассады будет готова. Важно помнить, что подобная емкость для рассады может прослужить вам в течение 10-15 дней. Позже того объема почвы, который находится в яичной скорлупе для молодого растения любого сорта будет недостаточно. Поэтому, расковыряв скорлупу, мы должны будем перенести это растение в более подходящую и в более крупную емкость. Как видите, изготовить емкость для выращивания рассады можно из любых подручных материалов. Тем более, на это вам не потребуется дополнительных средств. Вы можете использовать все, что находится под рукой, выбрать ту емкость, которая подходит для выращивания конкретного вида и сорта растений. Но не у каждого есть время и желание делать емкости для рассады своими руками. К тому же, как правило, такие самодельные тары выглядят менее эстетично, чем приобретенные. А ассортимент садовых магазинов позволяет выбрать емкость на самый притязательный вкус любого цвета, размера и формы. У нас представлены еще в данном случае два вида горшочка. Это круглые и квадратные. Горшки для рассады используются в течение нескольких сезонов. Это пластик. Пластик, более долговечный материал. Присутствует отверстие дренажное в каждом стаканчике. Здесь один горшочек фрейм 24, здесь в районе 100 рублей 10 горшочков. Вот. То есть, опять же, круглые преимущества между размерами. То есть, если вы берете квадратный горшок, то это может использоваться, да, более экономно. Поддон и подоконник, соответственно. В смысле выбора места. В круглые займут место у вас больше, нежели квадратные. Мне еще кажется, что горшки, сделанные из достаточно плотного пластика, они в чем имеют преимущество? В том, что их можно неоднократно обеззараживать для того, чтобы растения не заболели. Я так правильно понимаю? Да, конечно. Разница с торфяными горшками затем противоположная. Здесь мы обработать не можем. И, значит, вероятность возбудителей грибов здесь намного выше, потому что поливаем их чаще. И на верхней стороне горшка как бы все эти нюансы могут отобразиться, к сожалению. То есть, поселяется и плесень, и грибок, соответственно, все это. Это богатый субстрат для того, чтобы здесь поселились всевозможные возбудители болезней. Скажите, а если мы используем дачную землю, которую мы по осени привезли домой и будем в ней выращивать рассаду? Вот в случае с пластиковыми и торфоперегнойными горшочками, что будет работать? Конечно, будет работать пластиковый горшок, потому что его можно будет обработать. Это раз. Торфяные горшки мы обработать не сможем, потому что из-за перевувлажнения почвы возникает на самих горшках плесень и грибные возбудители. То есть, если мы землю привезли зараженную возбудителями болезней и вредителями, соответственно, в торфоперегнойных горшочках эти возбудители будут чувствовать себя лучше всего. Да, потому что это органического происхождения. Торфяные горшочки. Однако выращивание рассады с качественным грунтом в такой биологически чистой торфяной емкости позволяет увеличить урожай почти на 30%. Я еще обратил внимание на торфяные таблетки. Торфяные таблетки, да, вещь как бы хорошая. Но не дешевая. Не дешевая. Значит, преимущество таблеток в чем? В том, что при намокании, да, они увеличиваются в 5 раз. В объеме. Таблетка получается в объеме, да, приблизительно вот такого размера, да. Ну, наверное, как вот похоже на практически этот горшок. По объему. Да. Сделана она из экологически чистых материалов. Это у нас сухой прессованный торф. И есть очень удобная выемка, куда мы помещаем саму семечку. Опять же, в зависимости от того, что мы сажаем. Открутуру. Какую рассаду. Да. Есть биоперегнойные, есть торфяные. Размер таблеточки где-то там 8 сантиметров в диаметре. Шикарно выращивать, опять же, перец, томаты, баклажаны, да, какие-то виды. Те же кабачки на рассаду много выращивают. А на чем здесь можно экономить в случае с таблетками? А в случае с таблетками вы экономите на удобрениях. Раз. Они уже там присутствуют. Вы экономите на грунте, который нужен. То есть грунт здесь уже не нужен? Нет. Это питательный субстрат. Два. Также преимущество, да, как бы все органоминеральное у нас. Но мы на что попадаем? На поддончики, да, в которые обязательно таблеточки должны быть вложены. Полив, опять же, тоже в поддон производится. И таблетка, напитывая в себя влагу, соответственно, кормит растение. Скажите, есть ли для меня вопрос цены не очень принципиален? Для таких культур, как, например, перец, баклажан и томаты, какие мне горшочки рекомендуете взять? Горшочки должны быть, во-первых, не маленького размера, да? Потому что корневая система достаточно развитая. Можно ли обойтись одними таблетками? Или все-таки нам нужно приобретать горшки всех размеров, весь размерный ряд? Наверное, таблетки, это все-таки, вот то, что у нас представлено, это маленький размер. Например, если таблетки только, которые 8 сантиметров в диаметре, подойдут шикарно для выращивания, как бы, этих культур. Либо можно, опять же, использовать торфяные горшки, но размер должен быть у нас... Побольше. Да, вот такой. Вот такой, скажем, корневая система у них. Можно использовать пластиковые горшки. Проведенная Сергеем Новиковым дачная экспертиза показала, что все емкости для рассады пригодны к использованию в домашних условиях. Вам спасибо, теперь я знаю, для каких культур и какие посадочные емкости я буду использовать. И, соответственно, буду знать, в какую сумму денег мне это обойдется. Большое вам спасибо, до свидания. Урожаю вам, удачи, приходите к нам еще.